хотел вытащить сегодня дочку в лес за грибами да пока позавтракали пошел мелкий противный осенний дождь ну и ладно значит пойду менять сайлентблоки в реактивках сайлентблоки реактивок удобнее всего поменять конечно же на прессе или в больших тисках но пресс есть у единиц даже больших тисков почти ни у кого нет поэтому я меняю при помощи вообще самого минимума нам понадобится такой универсальный трехлапый съемник ключик крутить болт на съемнике удлиненная головка на 8 принципе ее можно заменить шпилькой или длинным болтом с гайкой несколько шайбочек такой вот приспособление c киянка две отвертки и немножко жидкого мыла все приспособление нужно для того чтобы загнать втулку уже установленный сайлентблок сделано из обрезка болта который крепит реактивки и колесные гайки колесная гайка здесь обточена как так сделано покруглей и немножко наждачкой миленькой заполирована для того чтобы не повреждать внутреннюю часть сайлентблока как это работает все сейчас покажу процесс покажу на короткой реактивке она уже прилично походила и резинка сайлентблока начала уже трескаться косточка вот так вот устанавливается трехлапый съемник соответственно наш болт будет давить на втулку сайлентблока держим одной рукой съемник другой рукой укрутим болт на старых походивших реактивках сайлентблок может начать выдавливаться вместе со втулкой пусть вас это не смущает просто давите дальше резинка все равно на выброс если она и порвется при этом ничего страшного в какой-то момент втулка от сайлентблока отклеивается и уже начинает выдвигаться отдельно выдавливать до последнего втулку смысла никакого нет когда две трети втулки окажется снаружи но она просто легко занимается руками старый сайлентблок можно выдавить длинной головкой да головка на 8 удлиненная с шайбой так вот вставляем и также даем сюда съемником но резинка это все равно уже на выбор смысла с ней никакого церемонции нет поэтому крепкой отверткой просто вот так ее поддеваем и вынимаем из рычага теперь осматриваем внутреннюю часть тяги на предмет коррозии если есть сильная ржавчина хорошо бы ее почистить и чем-нибудь подкрасить чтобы не съедала потом ржавчиной резинку быстрее и то же самое смотрим на втулки здесь у меня все нормально ничего не ржавая поэтому начинаем устанавливать сайлентблоки я буду устанавливать обычные балаковские резинки обратите внимание в наборе из 10 штук 4 резинки побольше это для нижних реактивных тяг и 6 поменьше для верхних реактивных тяг 4 штуки еще две штуки для тяги панера перед запрессовкой смазываем жидким мылом внутреннюю часть реактивные тяги и также немножко смазываем резинку которую мы сейчас будем запрессовывать использовать надо какие-то либо органические масла либо мыло потому что минеральные и синтетические тем более масла могут растворять вот эту резину ну совсем конечно не растворить но ваш пересобранный сайлентблок развалится намного быстрее резинка без втулки входят в реактивку очень легко в принципе некоторые даже просто забивают ее молотком я пробовал но результат очень непредсказуемый резинка иногда вылетает и где закончить свой полет неизвестно для этого я использую длинную головку здесь шайба так вот устанавливаю одеваю трехлапый съемник и задавливаю ее еще резинка на месте в принципе используя такую так оправочку из длинной головки с резинку в тягу можно и забить для этого понадобится что-нибудь подложить вот мне под руку подвернулся старый ржавый подшипник чтобы головка у нас потом не начала упираться стол так вот устанавливаем и начинаем постыкивать метод вполне рабочий наша резинка в тяге вполне можно пользоваться если вам лень 30 секунд покрутить съемник ну вот и осталось нам запрессовать втулки смазываем втулку опять же жидким мылом и им же смазываем внутреннюю часть сайлентблока в которую будем эту втулку запрессовывать ну и теперь пришел черед нашей приспособы она здесь так сделана на конус для того чтобы ее можно было пропихнуть внутрь резинки потому что просто так загнать туда нашу втулку не получится так вот собираем и теперь за счет того что она здесь заострена у нас получится запрессовать втулку в сайлентблок собираем вот так вот реактивку со съемником и начинаем задавливать в сайлентблок сначала нашу пульку так ее назовем следом за пулькой туда пойдет наша втулка еще пулька прошла начала втулка запрессовываться наша пулька уже выпала как видите с одной стороны только заподлицо с другой стороны торчит миллиметра на 2 сейчас додавим чтобы она равномерно с двух сторон выступала где-то по миллиметру ну вот и все втулка торчит из резинки примерно одинаково но теперь мы видим что резинка выступает с одной стороны больше чем с другой я для того чтобы ее выровнять просто беру и так вот на весу по выступающей части наношу несколько ударов киянкой до тех пор пока резинка не выражается все резинка с обоих сторон выступает одинаково втулка торчит примерно одинаково с обоих сторон все сайлентблок мы поменяли этим способом я меняю резинки на нижних верхних реактивках на тяги панара принцип один и тот же конечно при наличии каких-то дополнительных приспособлений там больших тисков или пресса было бы это сделать все намного проще и быстрее но как-то вот так у меня замена сложилась хотел вам показать как при минимуме инструмента можно самому заменить развалившиеся резинки в реактивных тягах если приловчиться то все десять резинок у меня получается поменять где-то ну за полчаса и еще полчаса уходит на снятие установку на яме все спасибо всем за просмотр всем отличных тихих сайлентблоков